Всем привет! Меня зовут Влада, а это проект «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что такое быстрое и осознанное чтение. Сегодня поговорим о одном из самых известных произведений Фёдора Достоевского – роман «Преступление и наказание». Данный роман – глубокое философское произведение, которое заставляет читателя задумываться о таких важных вещах, как чувство вины, совесть и моральные ценности. Ну и как обычно, в этом видео вы узнаете краткое содержание романа, описание главных героев и описание романа по главам. Ну а если у вас всё же будет свободное время, я рекомендую прочитать роман полностью, тем более, если вы хотите сделать это максимально быстро и в кратчайшие сроки, вы можете зайти на наш сайт буква.инфо и ознакомиться с нашими видео про скорочтение, чтобы максимально быстро читать ваши любимые книги. Ну а если вы хотите узнать больше информации про роман «Преступление и наказание», то переходите по ссылке в описании, там информация более структурирована, там есть больше описания данного романа и также есть тест, который поможет узнать вам, насколько хорошо вы поняли материал и насколько хорошо вы подготовлены. Ну а также на нашем сайте буква.инфо вы можете оставить свой вопрос и на него обязательно ответят. Бывший студент Родион Раскольников задумывает убить старушку-проценщицу. Обдумывая план убийств в распивочной, Родион Раскольников знакомится с Мармеладовым, который делится с ним своим горем. Его жена Катерина Ивановна отправляет его дочь от первого брака работать на панель. Дочь зовут Соня. На следующий день Раскольников получает письмо от матери, в котором она пишет, что к его сестре Дуне домогается Свидрыгалов, в доме которого она живет. Когда это вскрылось, он свалил всю вину на Дуню. Очень огромными усилиями матери все же удалось отстоять доброе и честное имя дочери и сейчас к ней сватается лужин. Родион идет к старушке и убивает ее. Неожиданно возвращается сестра старушки Елизавета, которую Родион также убивает. Дома он теряет сознание и за ним ухаживает его друг Вразумихин. Поправившись, он идет гулять и видит, как его друг Мармеладов попадает под лошадь. Донеся его до дома, он знакомится с его женой и дочкой Соней. Мармеладов, не вынеся полученных травм, умирает. Раскольников решает посетить следователя Порфирия Петровича, чтобы узнать, не подозревают ли его в убийстве старухи. В процессе разговора следователь понимает, что убийца Родион, но у него нет никаких доказательств. Тем временем мать и сестра Раскольникова переезжают к нему в город, а он сходится с Соней и рассказывает ей об убийстве. Она предлагает ему во всем сознаться. Дуня расходит со служенным, потому что тот оклеветал и брата, и Соню. Свидрагайлов от большой любви к Дуне стреляется, а та вскоре выходит замуж за Вразумихина. После похорон отца умирает мать Сони. Раскольников идет в полицию и во всем сознается. Его отправляют в Сибирь, следом за ним едет Соня. Это был краткий сюжет романа, а теперь давайте поговорим о главных героях. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, и таким образом вы будете первые получать уведомления о выходе наших видео. Персонажи. Родион Раскольников – главный герой романа, человеку, у которого совершенно нет средств к существованию, бескорыстный, отдающий последние деньги нуждающимся. Лужин. Богатый мужчина в годах, который превыше всего ставит материальные блага, всегда на первом месте стоят деньги. Также он горд и мстителен. Соня Мармеладова – скромная и умная девушка, репутация которой была испорчена. Она поддерживает Родиона на протяжении всего произведения, влюбляется в него и даже следует за ним в Сибирь. Аркадий Сведрогайлов – это работодатель сестры Раскольникова, который проявлял к ней неуместную симпатию. Порфирий Петрович – это следователь, который занимается убийством старухи. Он очень умен и практически сразу понимает, что убийцей является Родион Раскольников. Разумихин – это приятель Раскольникова по университету. Он очень добрый и отзывчивый, на протяжении всего романа помогает Раскольникову, также влюбляется в его сестру и в конечном итоге женится на ней. Дуня Раскольникова – сестра главного героя. Она очень умна и уверена в себе, иногда даже бывает слишком пылкой. Алена Ивановна – старуха-проценщица с ужасным характером, собственно, которую и убивает главный герой. Завета Ивановна – младшая сестра старухи, которую Родион Раскольников также убивает, но лишь потому, что она стала свидетелем убийства. Мать Родиона – это женщина средних лет, которая очень любит своего сына, периодически отправляет ему деньги. После того, как Родиона Раскольникова отправили на каторгу, она настолько сильно тоскует, что лишается рассудка и умирает. Что ж, за главными героями все. Теперь давайте перейдем к описанию романа по главам. Часть первая. История начинается с представления автором бедности в Петербурге. Также представляется главный герой Родион Раскольников. Автор рассказывает, в какой бедности живет главный герой. После посещения проценщицы Алены Ивановны, которой он заложил ценности для оплаты жилья, он подумывает о преступлении. Окончательно он принимает решение об убийстве проценщицы из-за того, что окружающие также очень плохо отзываются об этой старухе, и он понимает, что она не должна жить. В первой части герой также знакомится с Мармеладовым, пьяницей, которого он провожает домой из пятийного заведения. Дома он знакомится с его женой, а также узнает, что единственной опорой в семье является его дочка Соня. Также Раскольников получает письмо от своей матери, в котором сказано, что его сестра Дуня выходит замуж за Лужина. Родион понимает, что мать и сестра соглашаются на такое лишь из-за материального неблагополучия. А Лужин имеет неплохой капитал. Вечером он готовится к убийству, делает крепление на одежде для топора. В следующий день Родион приходит к проценщице и убивает ее тыльной стороной топора. Затем он забирает связку ее ключей и идет исследовать ее богатство. Однако в этот момент появляется сестра старухи Лизавета Ивановна. Родион пугается и также ее убивает, после чего уходит домой и ложится спать. Часть вторая. После пробуждения Раскольников с ужасом понимает, что он сделал. Затем он вспоминает об украденном и прячет ценности в тайник. Получив повестку в участок, Родион очень нервничает, но там от него нужна лишь подпись. В полицейском участке все только и говорят, что смерти Алены Ивановны. Раскольников слышит это и лишается чувств. Все считают, что он болен. Родион идет домой, где находится практически в бреду. Через какое-то время к нему приходит его приятель Разумихин. Он рассказывает об убийстве и говорит, что пока что есть много подозреваемых, но главный это Малер Микола. Также в гости к Раскольникову приходит будущий муж сестры, с которым он ругается и выставляет его из дому. Разумихин очень волнуется за своего друга и чувствует, что тот что-то недоговаривает. Родион отправляется в Питейную и встречается там со следователем Заметовым. В ходе беседы с ним следователь понимает, что Раскольников убийца. Впервые Раскольникова посещает мысль о самоубийстве. Он хочет утопиться, но в месте, куда он приходит, очень много рабочих. Они также думают, что он сумасшедший. Затем Раскольников становится случайным свидетелем смерти Мармеладова, который попадает под повозку. Мужчина умирает на руках у дочери и просит у нее прощения, а Родион дает деньги на похороны. Постепенно Родиону становится лучше и он даже навещает Разумихина. Обратно к дому Раскольникова они возвращаются вместе. В окнах героя горит свет. Когда они заходят внутрь, то становится понятно, что к нему приехали в гости мать и сестра. Увидев их, Родион снова лишается чувств. Часть третья. Очнувшись, Раскольников успокаивает родню и говорит, что ему не нравится идея женитьбы на Лужине. В это же время Разумихин выказывает свою симпатию к сестре друга. Он считает ее очень красивой и умной. Сестра Раскольникова получает письмо от Лужина, в котором он говорит, что скоро приедет, но не желает встречаться с Родионом. Но Дуня настаивает, чтобы Родион присутствовал на встрече с ее будущим мужем. Родион общается с Порфирием Петровичем, следователем по делу Алены Ивановны. Тот подозревает молодого человека. Интересуется, мог бы Родион убить ради блага и цели. Перед домом Раскольников встречается с незнакомцем, который называет его убийцей. На почве страха молодому человеку снится кошмар с участием убитой Алены Ивановны. Часть четвертая. Родиона навещает Свидрыгалов, который испортил репутацию Дуни. Раскольникову не нравится его общество, хотя мужчина говорит, что они похожи. Он явился, чтобы выплатить сестре героя компенсацию. Тот не хочет, чтобы Свидрыгалов встречался с Дуней. Разумихин с Раскольниковым идут на встречу к родным. Там уже находится Лужин, который не желает обсуждать свадьбу в присутствии Родиона. Вскоре Раскольников навещает Соню, в которой видит родственную душу. Та страдает от греха, и он тоже чувствует, что совершил его. Они долго беседуют, и герой узнает, что Соня заботится о мачехе и родне, потому что без нее они пропадут и умрут от голода. Раскольников уходит, но обещает зайти на следующий день, чтобы рассказать о смерти Лизаветы. Всю эту беседу слышит скрывшийся за стеной Свидрыгалов. Раскольников приходит к Порфирию Петровичу, чтобы забрать вещи, которые он отдал Алене Ивановне. Тот допрашивает его, и молодой человек не выдерживает. Он просит либо признать его виновным, либо нет. На что следователь показывает Маколу Малера, который признался в преступлении. По дороге домой Родион снова встречает незнакомца, но тот уже просит прощения за то, что назвал его преступником по просьбе следователя. Часть пятая. Лужин злится на Родиона из-за его ссоры с будущей женой. Он жалеет, что не предложил молодому человеку денег. Он подговаривает Лебезятникова пригласить в гости Соню, но тот понимает, что он что-то задумал. При встрече Лужин дает Соне 10 рублей. Лужин посещает поминки Мармеладова и туда же направляется Раскольников. Лужин навещает семейство Мармеладовых и обвиняет их в воровстве. Ее мачеха в это не верит, а Соня возвращает ему 10 рублей. Чтобы доказать невиновность пачерице, она выворачивает ее карманы, но там оказывается 100 рублей. В этот момент Лебезятников понимает, каким был план мужчин и говорит, что тот сам вложил деньги девушке в карман. Лужин злится и угрожает полиции. Родион рассказывает Соне, что это он убийца Алены и Елизаветы. Соня его не осуждает, а наоборот жалеет, так как она улюблена в него. Также она говорит Родиону, что во всем нужно сознаться. Мачеха Сонечки сходит с ума и умирает от чахотки. Свидрогалов хочет оплатить похороны и также выплатить компенсацию Дуне. Свидрогалов сообщает Родиону, что ему известно содержание разговора с Соней. Часть 6. Мачеху Сонечки хоронят. Порфирий Петрович беседует с Раскольниковым и говорит, что подозревает его. Он дает Раскольникову два дня на то, чтобы сознаться. Также герой узнает о болезни матери. Свидрогалов беседует с Соней и говорит, что уезжает в Америку. Он оставляет девушке деньги, так как усведомлен о ее любви к Родиону, но он знает, что его ждет каторга. Он ночует в отеле, где ему снится страшный сон о гибели девушки. Она умерла по его вине от несчастной любви. Свидрогалов просыпается и не выдерживает чувства вины, поэтому совершает самоубийство. Раскольников прощается с родными, так как собирается признаться следователю. Он не может всю жизнь жить с чувством вины. Герой беседует с Соней и берет у нее крест. Затем молодой человек идет к следователю и признается в убийстве. Тогда же он узнает о самоубийстве с Федрогайлова. Эпилог. Раскольников получает 8 лет каторги в Сибири. Соня уезжает с ним и всячески его поддерживает, так как любит его. Мать Раскольникова умирает, а Доня вместе с Разумихином женится и собираются переехать в Сибирь. На сегодня это все. Я надеюсь, теперь вы знаете краткое содержание преступления и наказания. Если вы хотите узнать больше информации об этом романе, то переходите на наш сайт и проходите тест, который поможет вам определить, насколько хорошо вы поняли материал. Также не забывайте, что у нас есть Инстаграм, в котором мы регулярно проводим розыгрыши, поэтому обязательно подписывайтесь. Также вы можете посмотреть наше видео о кратком содержании романа «Герой нашего времени». Подсказка будет здесь. Пишите в комментариях обзор, каких книг вы бы хотели видеть в нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok